Как вам моя красивая нога? Непонятно чем порезал руку? Всем здорова, не обращайте внимания на этот фон. И кстати, я думаю все помнят про конкурс, который начался у меня в прошлом видео. А если точнее, конкурс на точно такой же свитшот, как у меня, от бренда Глэн Скейтбординг. Так вот, итоги конкурса на вот такой вот четкий свитшот. Мы вместе с одним из создателей бренда Глэнс решили провести в его группе ВКонтакте, то есть Глэн Скейтбординг. Ссылочка на эту группу, конечно же, есть в описании и надеюсь, что здесь на экранчике. И кстати, чуваки, мне, черт возьми, понравилось делать для вас конкурсы, поэтому в одном из следующих видео тоже будет один интересный конкурс. А какой, узнаете опять же в одном из следующих видео, но если в этом видосе будет достаточно много лайков. Поэтому ставим лайкосы. Я тут, кстати, наделал нормально так трюканов, поэтому смотрим дальше. Ну и те, кто участвовал, давайте быстренько переходите в группу Глэн Скейтбординг. Возможно, именно ты выиграл такой же свитшот, как у меня. Я тут это, почти выучил хардфлип, поэтому вот. Утро начинается не с кофе, а мой день с хардфлипа. Раз уж у меня сегодня очень хорошее настроение, в отличие от прошлого видоса, в котором я делал мало трюков и был немного унылым, то, чуваки, давайте, наверное, подавитесь трюками. Сейчас я буду гэпать с этих ступеней на вот этот вот ужасный уезд. Но, как по мне, это вполне прикольно, потому что даже если упаду, это будет весело, хоть и больно. И, кстати, я забыл сказать, я тут случайным образом встретил Артура, мы давно с ним не виделись, и сейчас покатаем. В общем, падать тут достаточно больно, поэтому надо уходить. Чётенько здесь. Ребят, некоторые из вас мне писали в комментариях о том, что завидуют тому, что в Киеве офигенная погода. Так вот, ребят, радуйтесь, теперь вам нечему завидовать, потому что в Киеве гавна погода, а если точнее, вчера весь день был дождь, позавчера тоже. Помимо этого, последнее время достаточно сильно похолодало, поэтому я даже думал о том, что я не успею до вторника выпустить видео, хотя я не знаю, успел я или нет, вы увидите это видео тогда, когда увидите. Надеюсь, что это будет во вторник, опять же. Мы приехали в Гавань. Мой самый любимый скейт-парк. И знаете, почему он мой любимый? Потому что я отсюда всегда ухожу с какой-то травмой, хотя я вам это обычно не говорю, но то я вывихну ногу, то я ушибу её, то с кистью какая-то проблема после этого парка. Ну, в общем, не люблю я скейт-парки и всякие градусы, люблю ступеньки и ровные подъезды, а не какие-то там градусы. Да, я же ещё хотел показать вам, как офигенно щёлкает моя дека, поэтому слушайте внимательно. Проще говоря, мне нужна новая доска, поэтому, ребят, если вам нужна реклама вашего канала, то заказывайте, не стесняйтесь, потому что вы сами видите, насколько всё плохо. Поэтому, ребят, ссылочка на рекламу будет в описании. И, кстати, раз я сейчас заговорил о рекламе, то почему бы вам не подписаться на мой инстаграм, ссылочка на который есть в описании. Я хочу со временем, когда куплю телефон нормальный, я надеюсь, что это будет очень скоро, выкладывать свои трючки в инстаграм, фоточки, видосики, и, в общем, там будет много всего интересного, чтобы вы видели мои видосики не только на ютубе, но и в инстаграме. Поэтому, ребят, ссылочка на профиль будет в описании, подписывайтесь. Там уже почти 2000 подписчиков, осталось немного, поэтому я вас там жду. Ну, а сейчас немного мяса. Аж есть захотел. Как вам моя красивая нога? На улице погода немного нормализовалась, поэтому мы ушли с гавани, но появилась одна проблемка. У меня полетел подшипник, и у меня здесь сорвана резьба, и мы не можем открутить вот эту вот гайку. И в итоге мы не знаем, что делать. Это слишком сложно. Усложняет все то, что это плоскогубцы. Как видите, гайка уже идеальная. Да, девочка? Давай еще раз. О, е, давай, давай. О, е, давай. Да. Мне кажется, это последний. О, е. Там в центре какая-то хрень, которая стоит совсем не так, как надо. И сейчас нам надо ее как-то вытащить с колеса. Непонятно, чем порезал руку. Зато намертво. Покер, что колесо туда-сюда ходит. Кстати, на почтовой появились новые раз, два, три, четыре, пять, шесть ступеней. Сейчас я сделаю с них а-ля, чтобы просто их затестировать, а потом мы поедем дальше, потому что мы не планировали на почтовую. В общем, как вы поняли, мы решили немного задержаться. И, скорее всего, до вечера. После такой трешки мне дали чайок. Спасибо Данилу. Я, как видите, очень мокрый. И волосы у меня, наверное, сейчас, как непонятно у кого, ну да насрать. Поэтому сейчас выпьем чайку. А-а-а, четенько. Как вы видите, у меня руки... А, нет, руки у меня, кстати, чистые какого-то черта. Но суть ясна, думаю. Поэтому, ребят, сейчас мы, наверное, здесь немного покатаем. Но, скорее всего, что не немного, а очень долго, потому что... А почему? А потому что потому. Что? Что? Вот у тебя пора зарядить. Походу, моя катка закончилась, потому что, как видите, у меня отходит гайка очень даже хорошо. Его буквально можно руками крутить. И вытаскивать также колесо. Как-то... Так. В общем, походу, видос подходит к концу, потому что, как видите, я уже очень хорошо накатался. Теперь мне нужна не только новая дека, но и новые траки, либо как-то сделать резьбу. Ну ладно, почему отчаиваться? Зато я в итоге выучил хардфлип такой, какой нужен, между ног, а не так, как я делал его по-корявому. И, кстати, я вам говорил насчет обучалок, то, что я их уже начал снимать и что скоро они будут. Но, ребят, есть проблема. У меня поломан штатив, а без штатива снимать обучалку вообще не вариант. Разве что, если ее во влог вставить. Но это как бы не камильфо, согласитесь. Поэтому я сейчас придумаю, что делать в плане того, чтобы сделать качественный видос для вас. И потом сразу выходит обучалочка на один крутой трюк. И на второй, и на третий, и на четвертый и так далее. Короче, в общем, еще будет миллиард или три миллиарда видосов на эту тему. Поэтому вот так как-то. This road is a winding road. You never know what is to come. Yeah, yeah, yeah.